Аэропорт Победилово обновляется. Здесь завершился первый этап реконструкции аэровокзала. Пассажиров теперь встречают современные комфортные залы. Ремонтные работы были профинансированы из областного бюджета. 19 мая депутаты ЗАГСобрания лично проверили, как аэропорт расходует средства. Подробности далее. Аэропорт Победилово был построен в 1969 году. С тех пор аэровокзал ни разу капитально не ремонтировался. В каком состоянии здание дошло до наших дней, легко представить. В первозданном виде сохранилась небольшая часть аэровокзала. Совсем недавно здесь были авиакассы, зона ожидания и досмотр пассажиров. Когда иностранцы прилетают в Кировскую область, гости города, крупные инвесторы, когда видели то состояние инфраструктуры, которое вы можете сейчас запечатлеть, было большое количество вопросов. Износ конструкции составлял более 60%. Поэтому ремонтные работы в конце прошлого года начали с усиления перекрытий. Сегодня в здании не только безопасно, но и комфортно. К услугам пассажиров новая зона регистрации и кассы. Установлены электронные табло, а совсем скоро перед вылетом можно будет скоротать время в кафе. Порядка 40-50 человек смогут здесь разместиться. Планируем, что к началу летней навигации, когда у нас полетят воздушные суда в направлении Сочи-Анапа, мы этот участок запустим в эксплуатацию. Через новый пункт досмотра пассажиры попадают в зал ожидания. От холодных и старых помещений с пластиковыми стульями здесь не осталось и следа. Пассажиры смогут оценить и современный бизнес-зал, правда, за отдельную плату. Все это только первый этап реконструкции аэровокзала. Уже сегодня здесь думают о перспективах. На втором этаже появится еще один зал ожидания на 200 мест. Ведь ежегодно растет пассажиропоток. В прошлом году он составил почти 50 тысяч пассажиров. У меня все-таки утверждается чувство доверия к администрации аэропорта, к Андрею Васильевичу, значит, в том, что мы идем в правильном направлении. Увиденное депутатов законодательного собрания порадовало. Тем не менее вопросов к руководству аэропорта много. Неудивительно. Ведь каждый год из регионального бюджета финансируется почти вся его деятельность. Только в прошлом году размер субсидий составил 360 миллионов рублей. Больше половины из них ушли на погашение старых долгов. Встает вопрос об эффективности расходования средств. Однако у правительства области есть объяснение всему этому. Для авиапредприятия на самом деле существует две гири. Первая гиря, основная, которая называется, как Андрей Васильевич ее называет грамотно, планово-убыточная деятельность, поскольку авиапредприятие не зарабатывает столько денег, только тратит на обеспечение своей собственной деятельности. Вторая гиря – это устаревшая инфраструктура, которая досталась в наследство аэропорту. И это не только аэровокзал. Есть проблемы с автопарком. Если новые пожарные машины здесь еще купили, то остальная техника нуждается в замене. Поэтому без поддержки Победилова просто существовать не сможет. Но не все так плохо. Дальнейшая реконструкция вокзала планируется уже за счет инвесторов. А по оценке руководства, аэропорт выйдет на самоокупаемость при 180 тысяч пассажиров в год. Мы планируем, что у нас к 2020 году пассажиропоток должен вырасти порядка 180-200 тысяч. Через 30 лет, я думаю, что это будет не меньше миллиона человек. Рабочая поездка депутатов не предполагала принятия каких-либо решений. Но рекомендаций было озвучено немало. В первую очередь они касались эффективности расходования средств. Выразили мнение, что не помешала бы и разработка конкретной программы развития Победилова. К проблемам предприятия депутаты еще вернутся. Его работа остается на контроле. Андрей Дозорцев, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область.